На имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня мы вспоминаем мучениц Господних Софию и троих их дочерей, любовь, веру и надежду. Я хотел бы сегодня прочитать отрывки из речей старца Паисия о любви. Но сначала я хотел бы пару слов сказать о Евангелии. Как сегодня говорится в Евангелии, да кто хочет грести по мне, возьмет крест свой и грядет по мне. Что это значит? Это значит, что мы должны в первую очередь смириться и принять то, что посылает нам Господь. Иначе мы не можем его воспринять, так как мы закрываемся от Господа своими земными мыслями, своей гордостью, своим самомнением, и нам просто недоступно то, что посылает нам Господь. Свои слова Господь обращает к апостолу Петру и говорит о том, когда Петр прикословил ему, Петр не хотел, чтобы Господь шел на распятие, чтобы его раскинали. Он говорил, не делай этого, а Господь ему говорит, что вы не можете меня воспринять, что вы меня прикословите, поэтому вы не смеемы. И поскольку вы не верите мне, то вы уже меня не достоин. Это, наверное, что мы точно так же, мы не верим Господу, считаем, что мы знаем как лучше, мы имеем свое мнение на какие-то вещи, мы не прислушиваемся к какому-то, как тот же старец Пависий говорил, к духовному радио, мы не настраиваем себя на то, чтобы воспринять то, что Господь готов нам послать. И поэтому мы не понимаем даже, о чем идет речь. Поэтому мы должны смеляться и стараться понять Божественное Писание и то, что Господь хочет до нас донести. И я хотел бы прочитать пару отрывков. Вот, например, то, что он пишет о любви к Богу. Прежде человек обретает веру, а затем приходит любовь. Поэтому, чтобы стяжать любовь, надо верить. Человек не способен любить то, во что он не верит. Поэтому, чтобы возгордеться любовью к Богу, нужно обрести веру в Него. И по мере нашей веры мы будем иметь надежду, любовь и самопожертвование ради Бога и ближнего. Ревностные меры разжигают пламенную любовь к Богу, и Его образу, и подобию, и также нашему ближнему. И даже бедные животные пользуются избыткой нашей любви, которая не удерживается в сердце и изливается через край. Кто имеет глубокую веру, умеет и глубоко любить. Если вера наша слаба, то немощная любовь. Если же вера пламена, то горячей будет и любовь. Наша вера должна быть наполнена духовным горением. Благочестивый подвиг начинается с этого. Чем больше человек с благоговением подвязается, тем сильнее становится его вера и любовь. Я обратил внимание, пишет старец, что многие хватаются за тысячу дел, чтобы заработать побольше денег, и обычно оправдывают себя тем, что средств не хватает, и потому им приходится так много работать. Однако, если предложить кому-то, чтобы он сидел дома и только творил молитву, оплатить ему будут больше, чем он может заработать, он откажется. Из нашей души ушла любовь к Богу, и поэтому мы не можем быть заняты только им, даже если нам за это заплатят. Дешевая, в кавычках, любовь к Богу всегда печаться о своей выгоде, и потому христианин, имеющий мало любви, ограничивается лишь тем, что наслаждается житейскими благами до предела, еще не считающегося грехом. Например, заговение на пост ест до самой полуночи. Хочет иметь все дозволенные мирские радости, а потом не понимает, почему не чувствует любви Божией. Когда мы отращаемся от силы мирского, тогда и нашим без труда отчуждается от мира и стремится пребывать с Богом. А если наш ум постоянно пребывает с Богом, тогда он часто забывает не только о жилище для своего тела, но даже о жилище для своей души, о премной плоти. И так же, что он еще пишет о любви, что кроме огромного мужества, которое имеет в себе духовную любовь, она собирает вокруг себя и все остальные добродетели. Любовь – это любящая мать всех добродетелей. Тот, кто всю свою любовь отдает Богу, получает в ответ всю любовь Божию, и, отдав себя Богу, отдает всего себя людям. Тот же, кто любит людей больше, чем Бога, так как его любовь плотская в хорошем или плохом смысле всегда остается плотью, так же, как тот, кто земной любит больше, чем небесный, и сам остается сосудом скудем. Однажды, пишет старец, мне спросили, что больше всего связывает с супругом. Я ответил – признательность. Люди любят друг друга за то, что один друг ровно отдает. Жена отдает мужу верность, повиновение, доверие. Мужу не ощущение, что он ее опор и защита. Женщина – хозяйка в доме, но и первая всем слуга. Мужчина – глава семьи, но не сет на себе и все ее тяготы. Муж и жена должны испытывать друг другу чистое и высокое чувство любви, чтобы они могли быть радостью и утешением друг для друга и получали один от другого поддержку и помощь в духовной жизни. Чтобы провести современную жизнь в единомыслии, в первую очередь они должны сделать ее основой не ложное и мирское чувство влечения плоти, а то бесценную любовь, в которой главное – благородство, самоотверженность, духовность. Если между супругами есть такая любовь, то один из них всегда старается помнять другого, представить себя на его месте, его душа болит за него. А впуская в свою скорбящую душу ближнего, человек открывает ее для Христа, и он наполняет ее бесконечной радостью. Человек, осознающий свою греховность, никогда не отчаивается, и потому что вера его бывает очень глубокая и дает ему огромное утешение и надежду. Любовь Господа к человеку и его творение так велика и чисто, что мы этого не можем даже представить. Из-за этой любви Бог нередко не дает нам видеть себя такими, какими есть на самом деле, так как мы не смогли бы стерпеть нищенского состояния своей души. Билосердный Господь не позволит нам почувствовать нашу духовную чистоту, пока мы не стяжаем смирения, потому что иначе наше самолюбие толкнет нас к отчаянию или помешательству, а наиболее слабо может даже довести до покушения на жизнь свою. Благой Бог не позволяет нам знать больше того, что мы способны выдержать, и раскрывает нам глаза постепенно. Любовь Божия в каждую секунду стучится в сердце каждого человека, но мы этого еще не слышим, потому что сердца наши очерстыли. Сделав свою душу чистой, человек понимает, сколько великих щедрот и милосердия Господа, которые одинаково любят всех людей, от этого он умиляется и изнемогает, в скабочках теряет рассуды. Такой человек переживает от того, кто страдает, радуется за тех, кто живет духовно. Раздумья о безграничном милосердии Божьем возносят благоговейную душу ввысь. А каких же духовных хорошим достигает человек, размышляя о неисчисленности своих грехов и неизмеримой благодати Господней? Если сердечный взор человека чист, то он, постигая промысл Божий, всей своей чуткой обнаженной души ощущает бездну милосердия Божия и изнемогает его благодарности, в хорошем смысле сходит с ума. Так что будем молиться Господу о том, что Он нас просветил и подготовил нас к восприятию Его Божественных словес и сохранил нас в своей благодати. Аминь. Аминь.